Тренер по КПР, бразильскому боевому искусству, Франциско Аленфилио, вот уже более четверти века колесит по всему свету. Учит начинающих спортсменов, а зам этого вида спорта. На этот раз остановился в Самаре, вместе с пятеркой своих друзей, тоже тренеров по КПР. Перед всероссийским фестивалем они провели мастер-классы и тренировки для участников соревнований. Наша цель – мотивация детей, чтобы им нравилось тренироваться, чтобы они повышали свой уровень и развивались в КПР. Я им рассказываю, как нужно выполнять упражнения и движения, чтобы набрать очки и победить. Хочу сказать, уровень российских бойцов высокий и с ними приятно работать. Четвертый фестиваль КПР для детей прошел в Самаре. Более 400 подростков приехали со всей России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. За призы сражались бойцы в трех возрастных категориях – от 10 до 17 лет. В КПР награды раздают не так, как в остальных видах спорта. Здесь медали и кубки получают спортсмены, занявшие места с первого по четвертое. Кроме этого, жюри выбирает дополнительно еще восемь лучших спортсменов. Так формируется сборная страны. Сегодня на соревнованиях у нас участвуют дети, которые также мы тренируемся, чтобы посетить европейские соревнования в апреле в Страсбурге. И многие дети из Самары поедут участвовать туда. Россия – одна из ведущих стран мира, где развита КПР. А Самарская область – регион, где чемпионов с каждым годом становится все больше. Елена Нижегородцева, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.